Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Богдан Священко. Новоиспеченные первокурсники будут обучаться на очном и очно-заочном отделении. С полным перечнем приказов о зачислении в Казанский университет можно ознакомиться на сайте приемной комиссии. Год, в котором на один день больше, чем обычно, называют високостным. В днем 366 дней. К привычным 365 добавляется 29 февраля. Такое практически всегда наступает раз в 4 года. Это необходимо для того, чтобы календарные годы совпадали с астрономическими. При этом с високостным годом связано большое количество суеверий и примет, которые сулят несчастье. Год с лишним днем связывают со святым Касьяном. По одной из легенд он предал Бога и был за это наказан. Касьян служил у ворот ада и только раз в году мог оставить свой пост. Согласно поверьям, Касьян появлялся именно 29 февраля. С этого дня и начинались все несчастья. Животные гибли, техника ломалась, люди голодали, болели и умирали. Говорят, именно в Касьянов день нельзя начинать никаких дел. Лучше отложить работу и вообще не выходить из дома. 29 февраля – 60-й день високостного года по Григорианскому календарю, когда до конца года остается 306 дней. Это единственный день, отсутствующий в году без интеркаляции, то есть в обычном. И бывает он раз в 4 года. Однако, так было не всегда. В 1930 и в 1931 годах в СССР из-за введения советского революционного календаря было 29 февраля. Хотя эти годы не являются високостными. Первые календари вообще были, в принципе, составляли гораздо меньшее количество дней, то есть 355-356 дней. Собственно, длительность месяцев чередовалась 29-30 дней. И поэтому приходилось составлять не только високостные годы, но еще и эмболисмические месяцы. Приметы – это знаки, предсказывающие будущее. Вера в приметы свойственна людям с давних времен. И вытравить ее из человечества не смогли ни прорывы в науке, ни развитие психологии. Желание искать и находить повсюду знаки судьбы досталось нам от предков. И если многие ритуалы и обычаи так и остались в прошлом, то приметы до сих пор идут с нами рука об руку. Сейчас хранилась вера в то, что високостный год, он якобы неудачен, но это, в принципе, происходит из времен Римской империи. Дело в том, что в Римской империи вообще, если честно, с календарем был полный бардак, потому что изначально, опять же, месяцев, количество дней в месяце варьировалось 29-30 дней. Соответственно, и дополнительные дни до весенней Амении составляли дополнительный месяц. Но поскольку римляне, они вообще предпочитали не искать легких путей, то этот дополнительный месяц вставлялся внутрь месяца фебруариуса, то есть после его ид, после середины месяца фебруариуса. Существуют и трудности, прямо связанные с неудобным годом. 29 февраля бывает всего раз в 4 года. Но, конечно, в мире есть люди, рожденные в этот день. Обычно они отмечают свой день рождения 28 февраля или 1 марта. Но в сети можно найти целую схему того, как это систематизировать. Согласно ей, родившиеся в 29 февраля в первой половине дня должны первые 2 года праздновать свой день рождения 28 февраля, а третий год – 1 марта. А те, кто родился во второй половине дня, наоборот. В первый год их личный праздник выпадает на 28 февраля, а следующие 2 года – на 1 марта. Если же человек родился в первые или последние 6 часов 29 февраля, то ему, соответственно, предлагается перенести свой день рождения на ближайшую к этому моменту дату. Вставлялся дополнительный месяц. Ну и, в общем, как раз вот этот вот месяц и считался как бы неудачным. Одни считались неудачными позднее, после, собственно, реформы календаря Юлия Цезаря. Это были конкретные дни, каждый из которых посвящался одному из божеств римского пантеона. И этот момент отчасти ушел. Психологи объясняют свойственную человеку веру в приметы так – суеверия внедряются в наш мозг и закрепляются там. Потом люди живут по этим программам. По словам экспертов, думать нужно позитивно. Чем больше думаешь позитивно, тем больше хорошего притягиваешь в свою жизнь. На самом деле, високосные годы – это просто поправка, которую приходится вносить в работу несовершенного инструмента – календаря. А 29 февраля – обычный день, в который не стоит себя никак ограничивать. Просто бывает он реже, чем любой другой. Элиза Дистанова, Николай Суховский, Тимур Ахметов. Универ Новости. Искусственный интеллект все больше проникает в различные сферы нашей жизни. Если раньше его возможности ограничивались написанием текста, созданием картинок и генерированием ответа на заданный вопрос, то сейчас он выходит на иной уровень. Например, управление смартфонами. Сможет ли искусственный интеллект полностью заменить привычные нам приложения? Узнаете в следующем сюжете. Прослушивание музыки, поиск новой информации, звонок близкому человеку. Все эти действия мы ежедневно выполняем благодаря нашему карманному помощнику. Ведь телефон нужен даже для того, чтобы добраться до места назначения. А теперь давайте представим, что все приложения исчезнут, но вместо них будет установлен искусственный интеллект. Сможем ли мы, как и раньше, пользоваться телефонами? Узнаете далее. Сегодня на смартфонах используется множество приложений для отдельных функций. Банковских операций, фото- и видеосъемки или отправки сообщений. Поэтому они заменяют большую часть устройств. Лишний раз не приходится носить с собой ноутбук, камеру, музыкальный плеер и многое другое. Но технологии вышли на новый уровень. В Барселоне представили концепцию смартфона, который опирается на искусственный интеллект. Основная идея работы искусственного интеллекта – это по обработке большого массива данных, выдача конкретных результатов согласно той модели, которая заложена в тот или иной искусственный интеллект. Использование искусственного интеллекта позволит полностью исключить необходимость в традиционных приложениях. Смартфоном можно будет управлять через сенсорный дисплей или голосом. Девайс сможет генерировать индивидуальные рекомендации по местам путешествия с уже готовым маршрутом, находить и покупать подходящий продукт для владельца телефона, а также позволит редактировать фото и обрабатывать видео. То есть, когда я буду задавать какой-то вопрос искусственному интеллекту в своем телефоне, то в результате он будет сам подключать те или иные функции, те или иные блоки, те или иные программы, и уже, исходя из заложенных алгоритмов внутри вот этих модулей, давать мне ответ. Не нужно будет остановить отдельное приложение банка, чтобы посмотреть свой баланс. Я могу спросить, условно, Алиса, сколько у меня денег на счету, и уже сам вот этот искусственный интеллект обратится в банк, посмотрит на мои счета, и мне скажет голосом или покажет на экране нужную мне информацию. Пока можно сказать, что искусственный интеллект похож на человека, обладающего энциклопедическими знаниями и бесконечным набором навыков. Его преимущество в скорости и неограниченном объеме информации. Но стоит учитывать и недостатки. Первый и самый важный – безопасность. Искусственный интеллект хранит наши персональные данные в общей информационной базе, поэтому секретные сведения уже не получится утаить, как мы прячем, например, пароли, сообщения и интернет-запросы. Готово ли человечество к такой открытости? Это большой вопрос, потому что самая большая проблема искусственного интеллекта сейчас – это конфиденциальность. То, что любой вопрос, который мы задаем, любую информацию, которую мы туда вносим, она там остается и обрабатывается. И чисто теоретически доступна остальным пользователям. Я считаю, что это действительно логическое развитие смартфона строения, хотя сейчас уже, в принципе, все телефоны используют искусственный интеллект. То же самое Яндекс, да, поиск, имеет в себе искусственный интеллект. Google является использованием искусственного интеллекта в поиске информации. То есть сейчас это уже обыденность. Просто это дальше развивается, развивается, развивается. И, скорее всего, мы рано или поздно придем к некому такому единому виртуальному помощнику, который будет отвечать на все вопросы без использования каких-то отдельных приложений. или их использую прозрачно и не на виду для пользователя. Стоит помнить, что искусственный интеллект создавался с целью имитации и подражания человеческому мозгу. Систему учили решать творческие задачи, рассуждать и обобщать, исходя из полученного опыта. Поэтому у системы выработан разум, действие которого не всегда удается понять даже разработчикам. Уже известно о случаях некой шизофрении у искусственного интеллекта, когда нейросеть на простые вопросы начинала отвечать набором несвязанных слов. Поэтому шутки про то, что роботы захватят мир, становятся менее смешными. Ну, смотрите, вот недавно одна из южнокорейских компаний представила свой флагман, который строил по умолчанию также свои искусственные интеллекты. И он бесплатный до конца 2025 года, а потом уже планируют заниматься плату за использование этого искусственного интеллекта в телефоне. Будет ли это максимально доступно для пользователей? Да, со временем, конечно. То есть, если мы используем 90-е годы, тогда были сотовые телефоны, доступны только олигархам, да, и очень состоятельным. Сейчас они есть у каждого школьника, даже в детском саду есть часы, там, с функцией телефона. Технологии дешевеют, становятся более доступны, более массовые. И думаю, пока на старте, да, буду дороже, а потом уже там массовая история будет. Пока девайс в разработке, поэтому дата релиза и цена телефона еще не объявлены. Но создатели утверждают, что примерно через 5-10 лет их устройство будет пользоваться большим спросом, чем привычные нам смартфоны. Что же важнее, скорость и точность или человечность? Каждый выбирает сам. Смартфон с искусственным интеллектом, конечно, привлекает, но отсутствие полной конфиденциальности и защиты данных настораживает. Уже распространены такие технологии, как умный дом и голосовые помощники, но сможет ли смартфон с искусственным интеллектом заменить уже существующие, пока неизвестно. Полина Колыхалова, Кристина Отекина, Универ Новости. За последние десятилетия доля россиян, обратившихся за профессиональной психологической помощью, выросла в два раза. Что это, тенденция или у людей открылись глаза на происходящее вокруг? Записаться к психологу в Казани, сервис по подбору психологов, онлайн-сессии с психологами, горячая линия психологической поддержки. Сколько раз за последние несколько лет вы слышали эти слова? Думаю, достаточно много, чтобы задуматься о первом сеансе и начать поиск специалистов. А ведь еще 10 лет назад люди забивали на свои личные проблемы и были уверены, есть дела поважнее. В январе и феврале 2024 года пользователи стали искать на Авито услуги психологов на 35% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Многие исследователи ссылаются на то, что россияне стали больше испытывать стресс после карантина 2020 года. Другие считают, что блогеры в социальных сетях стали чаще говорить о том, как важно заботиться о своем ментальном здоровье. Понятно, что если, скажем, зуб болит, ты идешь к стоматологу. А если душа болит, кому идти? Ну, душа, да, так сказать. Есть проблемы какие-то, к стоматологу же не пойдешь. Поэтому люди раньше обычно на кухне разбирали всякие душевные проблемы с подругами, друзьями. А сейчас появилась специальность для профессионалов, которые в этой проблеме разбираются глубоко, фундаментально и могут дать рекомендации в связи с проблемами, которые есть у человека. Психологи – люди с высоким уровнем эмпатии. Наиболее востребованными ответвлениями профессии считают клинических, корпоративных, школьных, семейных и судебных психологов. Ну, и сейчас актуально, конечно, те, кто занимаются вопросами психологии состояния. Военные психологи, ну и вообще психологи работают в этом направлении действующие. Существует стереотип, что старшее поколение в нашей стране более устойчиво, чем молодежь. Это связано с тем, что раньше люди не обращались к психологам из-за страха осуждения и предубеждения, что к специалистам обращаются только нездоровые люди. На самом деле, россияне также испытывали тревогу, проблемы с самооценкой, семейные трудности. Но считали, что справиться с этим можно самостоятельно. Нет, проблемы были. Они все решались, ну, во-первых, так сказать, в церкви. Священник был как бы неким таким звеном между обычной жизнью и Богом, что называется, звеном. Ну и раньше люди ходили в гости в большей степени, разговаривали на этой теме. Сейчас многие реже ходят, особенно старшие поколения. Старшие еще ходят по гостям, может быть, а вот младшие как-то меньше. То есть частота общения снижается заметно. Времена изменились. Жизнь в современном обществе гораздо комфортнее. У каждого из нас есть возможности для самореализации, занятий интересным хобби, выбора досуга. Но у этого плюса есть и обратная сторона. Человек может чувствовать дискомфорт от высоких ожиданий со стороны общества, конкуренции практически во всех сферах жизни, избытка информации в интернете, дефицита времени на работу и отдых. Вывод очевиден. Либо фокусироваться только на себе и не обращать внимания на происходящее вокруг, либо справиться со стрессом самостоятельно будет сложно. В этих условиях неизбежен рост спроса на психологов. Действительно, психологи сейчас востребованы как никогда раньше. Возможно, это новый этап в изучении человека, и следующие поколения будут понимать гораздо больше в ментальных аспектах собственного здоровья. Элиза Дистанова, Николай Осуховский, Тимур Ахметов. Универ Новости. А на этом все. В студии был Богдан Священко. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok